Добрый день! Вы на канале СтепТоп. А я сегодня была в магазине, как в принципе и всегда, делаю отчёт. Ну что могу сказать, опозорилась, и никто даже и не заметил, и не заподозрил. А очень жаль. Был бы урок на будущее мне самой. А никто не заметил, потому что я была настолько убедительна в том, что говорю, что поверил в весь магазин. Ну, комедия, одним словом. Стою на кассе, жду. Приходит моя очередь. Я даю, подаю пачку кофе. Она выбивает эту пачку кофе. Я всё складываю, что покупала в сумку. Мне подают чек. Я проверяю, что там и как. И смотрю кофе. Цена 2 евро 89 центов. Я ей говорю, вы не тот кофе пробили. Кофе, который я беру. Вот этот вот в синей упаковке стоит 2 евро 29 центов. Она говорит, ой, как так? Это где вы такой кофе у нас увидели? И я говорю, как это где? Входишь прямо в магазин. И тут товары, которые продаются по акции. Много кофе. Много разных других продуктов. И вот один из продуктов как раз и есть. Вот этот кофе гурман. Она побежала проверить. Прибежала. Опять к кассе. Давай набирать код. Вторая побежала. Проверила. Прибежала. Говорят, извиняемся. Отдаем вам разницу. Ну и отдали мне там 50 или 60 центов. Я уж не помню. Я забрала. И пошла все домой. Пошла домой. Распаковалась. А потом вспомнила, что апельсинов нет. Побежала опять. И опять, естественно, когда входишь. Те же самые продукты. Ну сколько там было. Минут 30 прошло. Прошло всего лишь. Я опять побежала в тот же самый магазин. Прихожу в магазин. Смотрю. Вижу-то этот кофе. А цена-то не 2,29. А 2,89. Именно так, как и все говорили. Ну то есть, получается, что скорее всего, Вольф Мессинг, знаменитый гематонтизер, Именно так и работал. Просто он говорил убедительно и сам верил в то, что говорит. Поэтому все остальные свято верили тому, что он говорит и как говорит. Опозорилась не то слово. Это просто ужас. Но обокрала магазин на 50, наверное, центов. До чего я там прям была убедительна, что самое даже смешно теперь. Кофе я не пью. Это еще смешнее. Но это ладно. А зачем мне кофе? А я ему умываюсь. Скорее всего, уже не первый раз говорю. Пока что у меня якобс старый, да внешне есть. А это я заколкой придерживаю, чтобы не открывалось и не выдыхалось кофе. Так он у меня стоит на кухне. Кофе я умываюсь. Умываю только лицо 2 раза в день, утром и вечером. И вот по дуре, собственно, и подумала, что там акция. Но может, там действительно акция была. Взяла. Но что-то мне показалось, что там он, этот кофе дешевле. Взяла. Не пропадет. Все нормально с этим кофе. Срок годности огромный. Тем более я не пью. Поэтому срок годности для меня не имеет значения. Потому что для умывания нужен молотый кофе, чтобы сдирал кожу. А вкус, аромат и цвет не имеют никакого значения для меня. Пока что пользуюсь якобсом. Потом перейду на гурмана какого-то. Странным образом заметила, что даже русский текст есть. Пишут, что натуральный жареный молотый кофе в вакуумной упаковке. Срок хранения до конца и начала 2021 года. Так что весь год я могу пользоваться им. Ну, намного раньше я его использую. Хотя такой пачки мне хватает на очень-очень-очень много месяцев. С другой стороны написано много. Но немецким я не владею языком. Здесь побольше информации. И скорее всего пишут, что аромат, крепость, вкус и цвет замечательные. Но по-другому они и не могут писать. Во-первых, потому что тут написано Гурман. Тут это и так понятно по картинке. Прожарка. Три зернышка. То есть чуть выше средний. Аромат достаточно сильный. Четыре баба из пяти. А всего остального я не понимаю. Потому что по-немецки написано. Вот такой вот я, Вольф Мессинг. Так что если я что-то буду говорить очень убедительно, перепроверяйте информацию. Потому что вот такие вот бывают случаи смешные. И нечаянно получилось обокрасть и обсчитать магазин. Да еще не одного человека, а первую продавщицу кассира, вторую продавщицу кассира, да еще и кассовый аппарат. Так что если что, обращайтесь. Ну что еще? Все, больше никаких новостей на сегодня. Сама себя насмешила. Пока-пока. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok